Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Исторически эти качества служат основой мира и соглашения в нашей России. И служат опорой для нашего народа в самые трудные времена, говорится в поздравлении главы региона. По завершении 30-дневного поста в соборной мечети Черкеска сегодня прошел коллективный намаз. Он собрал сотни верующих. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламском календаре. Ураза Байрам имеет многовековую историю. Он наступает вместе с обновлением цикла небесного светила. По окончании месяца Рамазан, 30-дневного поста, верующий возвращается к привычной жизни. Этот праздник один из двух великих праздников ислама. Подготовка к этому празднику у нас шла прежде всего месяц назад. У нас начался пост. Пост очень строгий. И духовное, и физическое очищение. Сегодня мы хорошо подготовили для этого намаза. После этого намаза мы посидим под друзьями, радуемся. Мы этот месяц постились, себя воздерживали во многом, молились ночами. И когда закончился этот месяц, с огорчением восприняли. И с одной стороны, для нас это большой праздник. К началу коллективного намаза в соборной мечети Карачаев-Черкесии огромное количество людей. Многие пришли сюда задолго до восхода солнца. Некоторые семьи представлены сразу несколькими поколениями. Праздничное богослужение провел председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исваил Хаджи Бердиев. По окончании службы люди отправятся к своим старшим родственникам. Отметят праздник с теми, кто дорог. Сегодня надо поздравлять вначале родных, потом знакомых, близких. Потом уже посещать могилы, делать дуа умершим. Это все, что мы можем делать для них. Мы тоже придем туда, дай Аллах, чтобы их им встретили в раю. Вся эта жизнь, она очень скоротечна. Кто, когда умрет, один Аллах знает. Особой традицией у Роза Байрам является раздача милостыни, что символизирует ощущение души. Помимо денег, нуждающимся помогают и продуктами питания. В то же время, в светлый праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, кроме приготовления пищи, а также конфликтовать, злословить и ругаться с близкими. Артур Мкце, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия. А накануне состоялся общереспубликанский праздничный ифтар, организованный главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым по случаю окончания священного месяца Рамазан. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал верующих со всех населенных пунктов республики. Ахмад Халкечев продолжит. Разговарившись водой и финиками, как того и рекомендует Сунна, верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагат намаз, который возглавил имам города Черкеска Кадзим Хаджи Каджиев. После Рамадана начинается месяц Шаваль. Весь Шаваль тоже великий месяц, джамагат. Это один из Ашкур-Хадж. То есть месяцы Хаджи есть такие месяцы. Это уже начинается Шаваль. Шаваль, Зуль-Кигда, Зуль-Хиджа, они считаются месяцами Хаджа. Начиная с завтрашнего дня, уже человек полноценно, как хадж, имеет право облачаться в храм не на умру джамагат, но хадж имеет право намерение делать и зайти с намерением хаджа в Мекку. Представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтик Крачаева-Черкесия Исмаил Хаджубердев с удовлетворением отметил, что организация таких коллективных обрядов разговения от главы региона в последние годы стала доброй традицией. Лидер мусульманской уммы поблагодарил главу республики за такое внимание к верующим. Еще Муфтик отметил важность совершения благих дел не только в священный месяц Рамазан. Очень быстро проходит этот месяц. Почему? Потому что этот месяц такой, что в начале месяца мы просили, что в этот месяц мы должны делать добро. А мусульманин должен делать добро постоянно. Также Исмаил Хаджи отметил благодарственными грамотами духовного управления Крачаевой-Черкесии имамов, находящихся на правительском поприще более 30 лет. Но от имени главы и правительства республики гостей поприветствовал первый вецепремьер Хазарчик Куев. Сила любого дамаат это в том, что это когда люди в някому мыслят, поддерживают друг друга. Сегодня спасибо и хочу сказать, что вокруг себя объединяет всю умную Карачаево-Черкесии. Стоит отметить, что в завершающий день священного поста места для коллективного разговения в республиканской столице были организованы в нескольких локациях. Ахмат Калкевичев, Олег Малхожев, Весть Карачаева-Черкесия. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетней девочки. Напомним, громкое преступление совершено накануне в Карачаевске. Следствием установлено, что подозреваемый следил за девочкой по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру, где и совершил убийство. Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по окорочающей Шеркесской Республике задерживал 16-летний местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 ст. 105 Уголовного пола Советской Федерации, убийства малолетней. Следствием установлено, что подозреваемый следил за ребенком по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру, где совершил убийство. В настоящее время взаимодействие задержан оперативными сотрудниками ВДП Качиев. Следователь Следственного отдела по выводу 2-й часть проводит с ним необходимые следственные действия. Он уже дал признательные показания. Следователи Криминогисты продолжают осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются родственники подозреваемого и свидетелей. Сейчас небольшой блок рекламы, а после мы продолжим выпуск. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А 43 73 87. Более 1300 нарушений правил парковки зафиксированы с конца февраля нынешнего года на улицах Черкеска. Добиться таких результатов автоинспекторам удалось многим благодаря преимущественно системы Паркон. Наиболее проблемные участки вместе с полицейским посетил корреспондент Артур Мхце. Еще несколько месяцев назад трудно было поверить, что водителям региональной столицы можно обязать соблюдать правила стоянки и парковки. Автолюбители бросали транспортные средства, где попало, в том числе под запрещающими знаками. Попытки навести порядок с помощью эвакуаторов давали лишь сиюминутный эффект. Однако при этом оформление даже одного-двух человек оборачивалось для инспекторов потери времени. Теперь на помощь полицейским пришел Паркон, а водителям не приходится придумывать оправдания своим нарушениям. Их попросту некому будет слушать. Здесь загорается разная рамка, и знак 327 загорается, и там, где нарезанный трек, данная система полностью фотографирует. То есть надо один раз проехать по определенному треку, нарезанному ранее. Проходит более трех минут, и еще раз проезжаешь, те машины, которые не уехали, они автоматически фиксируются уже как нарушители. По словам собеседников, черкесский система Паркон стала применяться с конца февраля нынешнего года и уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. Да, количество нарушителей пока не сильно изменилось. Однако те, кто успел попасть в объектив всевидящего ока, после нескольких полученных штрафов хорошенько подумают, прежде чем совершать вновь подобный проступок. В базу данных ЦАФАП всего за пару месяцев попало более 1300 неправильно припаркованных автомобилей. Если б каждого приходилось оформлять лично, полицейским пришлось бы забыть, что такое отдых и сон. Все, что в зоне действия знака, теперь мы уже водителем, мы не видим водителя, все происходит автоматически. Удобство этой системы в чем? Удобство в том, что не надо ни выяснять, ни заяснять. Автоматика. Все. Не надо какие-то доказывать человеку или рассказывать, что он нарушил. Так как каждый человек, который находится за рулем любого транспортного средства, имеет в наличии водительское удостоверение, который сдал регистрационные экзамены и может пользоваться автомобилем на дорогах общего пользования, не нарушая правил дорожного движения. Несмотря на то, что Черкесск постоянно разрастается, самыми проблемными с точки зрения несоблюдения правил стоянки и парковки транспорта, остаются одни и те же улицы. Ворошилово, Гвардейская, Кавказская, Калантаевского, Магазинная и Лара. Знак 327 и снизу знак, что работает эвакуатор. Но тем не менее, смотрим, машины вереницами стоят. Вот, например, три машины стоят, видите? Да. Вот сейчас смотрите вот сюда внимательно. На продукцию. Вот видите, включилась она, все. Налево. Вот, вот, вверх, правый вверх. Да. Она включилась, она начинает вот фиксировать. Фотоматериал поступает по защищенным каналам связи непосредственно к нам в программу. Специальное программное обеспечение «Паутина» по датчику «Дозор». Данный датчик вот отображается даже на фотографии, которая в дальнейшем будет отправлена нарушителю. При поступлении непосредственно оценивается на качество фотоматериала, также оценивается сам состав правонарушения. Если все соответствует, качество материала достаточно хорошее, то путем сопоставления этих всех данных и сведений оформляется нарушитель. Дальнейшее также происходит оперативно. Водители не должны лелеять надежду, что их нарушения остались незамеченными. Поступающие в течение дня материалы почти сразу выгружаются и отправляются людям через госуслуги. Если у собственника автомобиля отсутствует на портале запись, письмо счастья будет доставлено по адресу его постоянной регистрации. К слову, возможности системы куда шире, и в дальнейшем, вероятно, мы увидим ее применение и в случаях с неправильной парковкой вторым рядом, как на магазинной, а также в отношении брошенных авто на тротуарах. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаев, Черкесия. Много лет в составе сборной команды России подзюдой Ренат Саидов представлял нашу страну на самых престижных соревнованиях мира и Европы. Ярких побед, медалей различного достоинства у него очень много. Завершив спортивную карьеру, Ренат Маликович открыл спортивную шкуру подзюдо в Черкесске. В гостях в спортклубе Саидова побывала наша съемочная группа, репортаж Аллы Динаевой. Возможность заниматься в спортивном клубе дзюдо, заслуженного мастера спорта, победителя Кубков мира и Европы Рената Саидова появилась у детей в возрасте от 5 до 15 лет. Это младшая группа спортклуба, всего их 5, братья Мурата и Даур Ужировы. Секцию начали посещать 4 месяца назад. Мальчик, хороший тренер. Иногда стоит на дворе. Иногда Ренат бывает. Это вот этот высокий. Чемпион, у него очень много медалей. Хотите столько медалей? Да. Какие медали хотите? Золотые. А ты? Золотые. Название японского боевого искусства дзюдо переводится на русский язык как «мягкий или гибкий путь». Но пройти эту дорогу к вершинам спорта нелегко. Это требует дисциплины и настойчивости. Всегда мечтал пойти на дзюдо, потренироваться, научиться новым приемам, выиграть соревнования, поучить мастера спорта. Давно мечтал? Да. С самого детства. И мечты Тимура уже начали сбываться. Он завоевал свою первую медаль. У меня было соперников пять. Я их всех одним приемом выиграл. Подсечкой. Как тебе удалось? Без приемов. Без приемов? Да. А как это? Можно так? Да. Ну расскажи. Поделись там. Надо крутить соперник, и он так упадет. Тренер ребят у Марк Ургов говорит, что при работе с детьми главное иметь побольше терпения и просто нужно понимать их. По физическим упражнениям смотрим, по растяжке смотрим. И, ну все, талант не всегда. Как бы талантливый ребенок может не вырасти в чемпиона. Может, больше трудолюбивые дети вырастают в чемпионах. В спортклубе Саидова детей тренируют Александр Калмыгорцев, Мусаки Шмахов, Мурат Тикеев, Умар Кургов, а еще... Екатерина Пташкина, девочка, у нас тренирует женскую группу. Также с пяти лет у нас набор в эти группы. Были пожелания, вот мы сделали, как бы хотели, чтобы девочек тренировала девочка. Очень долго искали. И вот Катя, Катя еще тренировалась со мной еще в пятой школе. Очень хороший тоже тренер, человек. То есть своей командой я очень довольен на сегодняшний день. Занятия по дзюдо проводят в спортзале Северокавказской академии три раза в неделю. Выделили нам из академии в лице нашего друга, можно сказать, нашего старшего коллеги. Это тоже дзюдоиста Руслана Махаровича Качкарова. Это Хасан Магомедович Салпагараб, который директор этого комплекса, который нам помогает, нам вот дали такие условия. Алла Дзинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дорога к счастью». Всего доброго, до встречи.